В эти Святые Троицкие Дни поздравить всех вас с Днём Святой Троицы. Это один из основных наших праздников, день рождения нашей Церкви, день установления нашей Церкви Православной. И мы в эти особые дни всегда вспоминаем и поздравляем с этим праздником, с этой Пятидесятницей, когда Господь Своим ученикам и апостолам обещался, возносяся на небо, сниспослать Духа Утешителя. Духа разума своим ученикам, и мы все с вами знаем Священного Писания, что под звуки сильного шума, громного, в виде огненных язык снисхождения Духа Святаго на учеников и апостолов совершилось. И ученики и апостолы заговорили на разных языках для того, чтобы проповедовать и нести истину Господню во все языки, то есть во все народы. И каждый год мы вспоминаем этот день особо. Ибо каждый из нас в ожидании в эти дни, и мы, как последователи и преемники апостолов, мы также ждем и просим Господа о том, чтобы Он сниспослал каждому из нас божественную свою благодать, при Святаго Своего Духа, ибо мы все с вами от крещения духовного рождения принимаем и крестимся во имя Господне, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это основная формула крещения, то есть духовного рождения каждого христианина. Конечно же, живя в этом мире, мы теряем эту божественную благодать, растрачиваем ее в своей греховной жизни. И в эти особые дни мы просим Господа о том, чтобы Господь восполнил наши утраченные силы, чтобы каждому из нас не спасла Духа Утешителя, Духа Святаго, дабы восполнились наши утраты, дабы мы с вами были достойными чадами Божьими. В эти особые дни, конечно, хотелось всем пожелать именно этого, чтобы Дух Святой посетил каждого из нас, восполнил бы силы утраченные и помог бы нести каждому из нас свой земной крест. Всех сердечно поздравляю с Пятидесятницей нашей Церкви, с Днем Установления в эти святые дни. Пусть Дух Святой посетит каждого из нас, укрепит наши силы духовные и физические, исцелит Господь язвы наши душевные и телесные и даст нам сил понести свое служение земное каждому, на который пост каждый поставлен на то или иное послушание в этой жизни. Помоги нам в этом, Господи, не оставь милостью Своею и не спасли нам Духа Святаго, Духа Утешителя, Духа Разума. Господи, я искренне всех благодарю вас за общие молитвы, что нашли время сегодня разделить радость и моей хератонии архиерейской, которая совершилась три года назад, в День Святой Троицы, 12-го числа, был День Святой Троицы, Троицы Сергея Велаврия, совершилась моя архиерейская хератония именно 12-го июня. Прошу ваших молитв, чтобы Господь все милости бы не оставлял и мне грешно бы помогал бы нести наше дело спасения общее, чтобы Господь укреплял силы наши с вами вместе, дабы не погибла ни едина душа. Всех сердечно благодарю за общие молитвы и поздравляю с праздником Святой Троицы. Спасибо, Господи, всех вас. Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, рождение как архипастыря, как святителя, и та благодать Духа Святаго, как вы упомянули, Владыка, которая сошла на вас в День Святой Троицы, в Троице Сергея Велаврия, под покровительством преподобного Сергия Игумена Радонежского, служителя Святой Троицы. И мы видим, как эта Божья благодать действует через вас, когда наша югорская земля исполняется и храмами, и духовенством, и приумножается опасство, которое стремится в эти храмы, к этой благодати Божией. И хотелось бы пожелать вам, дорогой Владыка, чтобы эта благодать, посланная, как мы сегодня с вами вместе прославляли живоначальную Троицу, ежи, которая сошла на учеников и апостолов, чтобы эта благодать Божия давала вам духовные силы, давала вам здравие, хранила вас и помогала вам во всех ваших пастырских делах. Исполайте, Господи! Спасибо, Господи, дорогой Божий. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо. Ну, и глядя на это, слушая слова Спасителя, понимая, что это неимоверный труд, но еще больший труд спасти не только свою душу, но и души человеческие, которые веряются в попечению архиерея. И вот три года назад, когда Святейший Патриарх и Священный Синод избрал вас на архипастерскую прапетку Кантамансийской епархии, я думаю, вы так же, как и всякий человек, приходящий на столь ответственное служение, задумались о том, что как ответственно это служение, что достойны ли мы этого служения и откуда нам черпать силы. Но при каждой хиротонии действительно мы слышим такие слова, что Божественная благодать всегда немощнующее врачует и оскудевающее восполняет. И призы Спасителя каждому человеку, который приходит на это служение, мы должны помнить всю свою жизнь, что не вы меня избрали, но я вас избрал. Поэтому, дорогой Владыка, хочется от лица духовенства Кафедрального собора, от лица прихожан пожелать вам, чтобы вот эта Божественная благодать всегда восполняла все ваши телесные, духовные силы, чтобы они всегда укреплялись и чтобы каждый прихожанин, каждый христианин, веренный вам епархии, действительно жил со словами апостола Павла, который говорит, что не живу уже я, но живет во мне Христос. Если столь важные и поддерживающие слова в вашу пользу, и сегодня хотел бы еще раз вас поздравить с праздником Святой Пентакостии, а также с Днем вашей хиротонии. Для вас, Владыка, я думаю, очень трепетный день, потому что совершенно, казалось бы, недавно, потому что время настолько мимолетно, время настолько неумолимо, что мы даже не замечаем в тех трудах, которые Господь нам дает, сколько уж прошло этого времени. И сейчас, Владыка, вы, осматриваясь на тот промежуток короткий времени, который вы, будучи архиереем, посетили жизнь Ханты-Мансийской епархии, мы видим расцвет, как сегодня, в этот праздник, мы видим в храмах зеленые деревья, расцвет после зимнего состояния, так и после вашего трехлетнего архипастерского служения, мы видим расцвет епархии, это и в статистическом смысле заметно, и духовно-нравственно. Ваше Пресвященство, еще раз присоединяйся к словам отцов, дай Бог вам силы и крепости душевные на поприще церковном, на том, что Господь вас поставил, дай Бог, чтобы Господь и вас укреплял и приумножал ваши силы на многие благодетные, и спалайте, да и спалайте. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, дай Бог. Спасибо, Господи. Дорогой Владыка, позвольте от имени сестричества святых книги Незаветов и инакини Варвары поздравить вас с днем вашей хиротонии и трехлетием вашего архипастерского служения. И хотим пожелать вам благой и всеукрепляющей помощи Божией в трудах от вашего служения. А мы, в свою очередь, постараемся быть вам поддержкой и опорой в делах милосердия и служения церкви и ближней. Многое и благая вам лето. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. И сердечно благодарю, дорогие батюшки. Добрые сестры, за добрые слова. Мой адрес. Как говорится, пастырь без паствы не есть пастырях. И пастырь без пастырей тоже и пасты не есть пастырь. Только вместе с вами, с пастырем и с паствой, будем нести свою душеспасительную миссию, помогая друг другу, молясь друг за друга. Как Господь говорит, молитесь друг за друга, да исцелеете. Помоги нам в этом, Господи. Я хотел бы сегодня особо поздравить нашего юбилеара-помощника, который помогает Церкви Божией, нашим храмам уже на протяжении многих лет. И сегодня у него юбилей. Я хотел бы сердечно поздравить Александра Павловича в этот особый день, пожелать сил, крепости и, конечно же, уручить свой знак внимания, благослову, благодарности. С 50-летием со дня рождения Александр Павлович I награждается медалью за церковные заслуги перед Ханты-Мансийской епархией третьей степени. Аксиос! 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 Подарок о трудах, которые вы положили тоже на этот храм. Аксиос! 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 Продолжение следует...